хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как ваше полное имя степанцов юрий алексеевич год рождения 14 07 1988 88 до откуда сами родом родом родился в городе талды курган казахстанской асср а проживаете в россии где в городе на рафаминске по месту прохождения военной службы я понял семья есть си нету холост а вы холосты да а ну а мать отец у меня отец есть мать умерла отцу сколько шестьдесят пять или шестьдесят шесть точно он тоже на рафаминске живет не нет он проживает алтайском крае алтайский край да у вас мать отец русский или разные ну как отец русский мама кореянка мама кореянка по-русски говорил у него корейские корни как бы воспитывались в русской деревне вырос я понял контрактник да с 2008 году я продлил контракт на пять лет он кончается двадцать третьем году 17 июня когда зашел в украину зашел в конце июня числа 27 28 а какое направление направление где-то рядом с изюмом там был объединенный медицинский пункт и вот я на него продукты и вещевое имущество возил и потом возил в другом месте получал и возил туда получается вот так вот между этих мест находился стоя а звание какой старший прапорщик старший народ я понял когда взяли плен в плен взяли 24 сентября 2022 года где харьковской области получается мы стояли село пески ну там пески еще какое-то название еще одно слово сколько платили на контракт у меня зарплата получалось 46 тысяч рублей а с боевыми с боевыми я даже не знаю не проверял у меня не было интернета чтобы проверить сколько сколько обещали мы обещали 4 тысячи в день рублей да 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 рублей это 120 тысяч где-то если 30 дней но в среднем берем да там суббота воскресенье а вы всю жизнь это понял в армии да ну да я штатный военный старший прапорщик лучше образование есть нет у меня среднее профессиональное образование а специальность какая строительство железной дороги пути путевое хозяйство но как бы по этому пути вы не пошли вы пошли сразу в армию да после после срок дело дело в том что я как сказать пошел учиться военный институт железнодорожных войск и после этого у меня был обязательный контракт когда служил обязательный контракт я подумал что в восемнадцатом году что в принципе можно еще послужить но как бы этих событиях вот которые сейчас никто не предполагал что так может получиться и естественно я продлил контракт вот вы вот вы лично за что воюете вот воевали я ни за что не воевал мне приказали отправили якобы как сказать кто хочет в первую очередь погибать на войне но мало таких и ну я не знаю лично для меня поехать на войну это значит поехать быть убитым или кого-то убить я не за это но вы поехали но для вас вот вы ехали вот это уже в июнь да это уже как бы война полным ходом идет города разрушены до моря почти все понимала и я и отказаться не мог потому что военнослужащий был я по контракту как бы у меня был приказ и приказ как мне сказали сперва на выполнен потом обжаловать и вообще как бы обещали что да просто не хочешь мы тебя назад вернем в россию вот так было юрий вы понимаете вот например вот я с многими русскими как бы говорю да они все говорят на какому а приказе да я понимаю там и там вот русские которые нас смотрят они как бы забрасывают мне чего-то баран там говоришь типа у людей был приказ он не лон то есть немного не понимает что такое там военная служба и так далее это все понимаешь ты такая военная служба да ну у меня вот столько ощущение что русски шли съldtype за деньги да вот и пообещали деньги. А вот это как бы приказ, это какая-то отмазка. Вот что бы было, если бы вы отказались? Вот просто, чтобы меня понимать. Вот я, грубо говоря, военнослужащий, да? Там, ну, РФИ, грубо говоря. Я отказываюсь служить и говорю, да идите вы все лесом. Украинцы все нормальные люди. Там никакого нацизма нету, ничего нету. Делайте со мной, что хотите. Что, вот что вам бы было? Нет, ну смотрите, там изначально это было как? Когда начали всех собирать уже в конце июня, в начале остался там, они начали говорить хотите уволиться, увольняйтесь. Все написали рапорта на уволение, но, естественно, никого не уволили. Потом начали говорить и там строить каждый день и проверять психологически человек, как готов, не готов. Я не знаю, как это происходило. Ну, ну как это происходит, психологически готов, не готов? Ну, как психологически давили, пока он не согласится, вот и все. Ну, ну что, ну как давить? Ну вот, например, ну я, ну, как, что? Мое мнение. Потом начали говорить, что тебя же никто не заставляет, говорит, убивать, ты просто поедешь, говорит, в наш тыловой лагерь, будешь заниматься тем-то. Туда ты, типа, на территорию Украины не заедешь. Изначально вот так потом уже начали говорить. Когда народ приехал туда, там началось так. Надо съездить, сопроводить груз, ты просто езжай, ничего страшного с тобой не случится, ты же просто съездишь туда-обратно, как бы вот так вот. То есть прямого, как бы, такого не было, что ты поедешь там кого-то убивать или еще что-то. Это в данном случае в моей тыловой системе, как, допустим, со штурмовиками я даже не знаю, как говорили. Ну хорошо, Юрий, ну что, русские российские солдаты, они такие слабенькие психологические, что ли? Вы говорите, там психологические довели. Ну, например, вот картина, да, вот, да, вот, теоретизируем. Любомир, да, там, в страшном сне представить себе, что он российский военнослужащий, его вызывают, как бы, командование и давят на него. Любомир будет стоять на своем. Да? Хотя, пусть, вот, Любомир ложится, везите меня сами в Украину. Вот, я просто не хочу идти. Там же еще потом говорили, типа, я не знаю, как говорили. Ну, понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, о чем вы говорите, я просто не знаю, как говорили штурмовикам. Да это даже не штурмовикам, тыловикам. Вот тыловикам сказали. Вы же понимаете, вот, без этой работы, что вы делали, штурмовики бы не могли работать, да? Вот вы там возили провиант, что там, местонабжение и так далее. Вы, как бы, винтик большой системы. Нету там штурмовик, который воюет, а вы, типа, ничего не делали. Вы заехали в другую страну, вы это, как бы, снабжение делали, вы лечили, пято делали. Вы поддерживали всю систему, вы часть ее. Понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, про что вы говорите, но изначально, так как сказали, приедешь в наш лагерь в Россию, ну, там перед границей лагерь есть, будешь заниматься там. Потом сказали, поедешь туда, отвезешь груз, там, гуманитарку, продукты питания, вот это все. И, получается, когда увозили туда, назад уже, как бы, нельзя было заехать, потому что там на границе стоит военная полиция. Они проверяют каждую машину, проверяют списки. Если человека нет в списке, то, естественно, тебя снимают с машины, пару дней держат там, и потом назад отправляют. То есть выехать уже сложнее, если сказать... То есть военно... Это как заградотряд? Или что вот это? Не заградотряд, это типа как пограничники они там стоят. Ну, типа, но своих они не пускают, которые хотят возрасти. То есть граждан РФ, они в РФ не пускают. Правильно я понимаю? Ну, там, когда, там надо, чтобы ты был в боевом приказе, чтобы тебя вывели туда. Если тебя там нету, то, естественно, тебя нет. Ну, а ты отказываешься. Вот хочешь вернуться, ну, типа, домой. Не попадешь? Говорят, потом, попозже, завтра. Приходи еще, ну, каждый день кормили, там, завтраками, послезавтраками. Ну, сижу, вот хочу возвратиться, все, не хочу возвращаться назад. Ну, вы же ездили туда-сюда, курсировали. Нет, я так курсировал между двух сел внутри Украины. Я за границу не переезжал. Там были колонны, которые приезжали сюда, разгружали эти продукты, сухопайки, вещевку. Ну, это все необходимое. А с этого места уже до этих вот другие люди ездили. Ну, такие, как я. Стреляли? Я нет. Хорошо. А кто из русских стрелял вообще? Стрелял, ну, наверное, штурмовики, я так понимаю. Ну, кто там на передке? А Мариуполь кто разрушил? Я не знаю даже. Не знаете, да? Не, ну, вот я здесь видео смотрел, там показали, что... Не-не-не, стоп. Мы вообще говорим, кто разрушил Мариуполь и другие города Украины? Ну, артиллерийские обстрелы были, когда на 100 лет шло. Кто? Какая нация? Ну, русские, я так понимаю. То есть вы до конца не верите, что русские, как бы, они разрушили города украинские? Да нет, просто вопрос в лоб задали. Ну, он идет, русские наступали, конечно, они разрушили. Ну, вопрос в лоб, да, вопрос в лоб. Кто разрушил украинские города? Ну, русские разрушили. Кто убивал гражданских? Наверное, русские. Хорошо. Кто мародерил? Наверное, тоже русские. Кто насиловал украинских женщин? Я так могу предполагать, что могли быть русские. Вы часть большой русской системы? Ну, получается так. Вот лично перед вами человек из Наравхаминска, это сколько километров до Украины? Несколько тысяч, правильно? Где-то так, да. Вот лично перед вами украинцы будут смотреть, чем завинела Украина и украинцы как народ? Вообще ничем. Зачем столько горя? Не, не могу, не знаю. Вы Путина поддерживаете? Я никогда не голосовал ни за кого. Я вообще, как бы, не поддерживаю никакую систему правления. ТВ-каналами не смотрю. Вы анархист? Я не анархист, просто не знаю, мне больше нравился Советский Союз, но я изучал его, мне кажется, что там было лучше. Чем? Ну, не знаю, сколько республик вместе жили, вместе не воевали друг против друга, ну, при Советском Союзе. Сколько там, 15 или 16 республик входило в состав СССР. Братская система была какая-то. Все друг другу строили, помогали. Сталин вам нравится? Сталин. Ну, есть законы, которые действительно для людей он делал. Ну, есть, например, ГУЛАГ? Не, он пенсию вел. Пенсию вел. ГУЛАГ, да, согласен. Некоторые законы есть, которые были, да, не совсем такие, как сказать, человеческие, но были человеческие. То, что он запрещал коррупцию, это, да, была коррупция. Он сам умер, у него ничего не было. Никакой недвижимости за ним, вообще ничего. То есть, он как бы и сам не имел, и другим не давал, ну, как сказать, народ грабить. Вот этим можно, да, сказать, что этим он был, да, хорош. Откуда вы это все знаете? Вы же 88-го года рождения. А, ну, ну, книжки читал. А вы верите этому, что, вот, типа, коммунисты, вот, которые были вверху вертикали, типа, коммунистической партии, что они ничего не имели? И что они нехорошо жили? то есть, вы в это верите? Ну, потом же, как это, как сказать, если бы это, ну, не укроешь, тайны не сделаешь из этого, потому что, когда он умер, там же все равно, вот это все на общественность выходило. Я думаю, если бы он что-то имел, то бы это, наверное, выезжает. А как на общественность это выйдет? Для россиян Сталин, это же национальный герой. И вот дальше таскают с этими патри портретами. когда он умер, через 20-30 лет, там же был... Нет, это десталинизация, Хрущев сделал. Какой культ... Да, личность и развенчание. Нет-нет, мы говорим сейчас, то есть сейчас, как бы, ну, россиян нам нравится в Сталине, украинцы его не любят, потому что он много... Украинцев просто убил, сгною. Я понимаете, я же читаю не только исторические книжки, я же какие-то документальные, на ютубе канале какие-то фильмы смотрю. Русские? Не обязательно, почему, допустим... А каким языком вы разговариваете еще? Ну, русским. Я же говорю русский, вы говорите необязательно. Какие еще фильмы вы смотрите? Ну, допустим, Стивена Хокинга, я смотрю фильмы на ютубе. Какой? Теория струн, смотрел. Мне нравится его размышление, вообще, как это называется, о космосе, о том, что человеческая раса единственная в космическом пространстве, либо нет. и у него много очень теорий. Он умер, правда? Он умер, Ну, да, он умер. Он вообще колоссальнейший ученый был, я считаю, и у него сила воли была очень сильная, потому что он был парализован, и будучи парализован, он стал ученым. Это как бы... Юрий, вы говорите сейчас мне о Стиве Хокинзе и о космосе. Ну, вы мне задали вопрос, а я вам ответил. А я вам просто отвечаю, вот вы интересуетесь одними вещами, а делаете совсем по-другому, да? Вот то, что вы сделали, да, вот заход на другую территорию и захват другой территории, это какой-то 12-13 век. Вот вы размышляете о Стиве Хокинзе и космосе, но делаете, как в средневековье. Просто пришли захватывать территорию. Ну, я лично же не захватывал. Вы лично, вы лично были на территории Украины. Да, Юрий, вы лично. Не, я был, но я никого не убивал, ничего не захватывал, ни мародировал. В смысле? А в какую еще другую страну вы можете попасть вот так в военной форме и на медицинском автомобиле? Ну, не в какую. А зачем в Украину тогда заехали? Ну, ну, вот, поедьте себе в другую страну. Вот Финляндия рядом, да? Зайдите все нормально в Финляндию. Не хотите? Да, вы же понимаете, там, как бы, я маленький винтик, вы говорите, хотите, не хотите, как будто от меня там прям зависело, что... Юрий, вы маленький винтик большой системы. Без таких винтиков вот это все, что делается в России, не могло бы делаться. Вы, вы, как бы, опора режима Путина, такие, как вы, маленькие винтики. вот это все пирамида большая. Если бы войска сказали нет, иди ты в жопу, смог бы что-то Путин сделать? Я думаю, нет. Ну, так вот, это все маленькие винтики большой системы. этого большого сумасшествия. Войска, пропаганда, журналистика русская и так далее, поддержка россиян. Я просто не понимаю, почему, ну, вы, как бы, этого не понимаете, это элементарная вещь. В России режим? В России режим? Не знаю, честно, как. Ну, Путин диктатор? Ну, его ж, наверное, кто-то выбирает, голосует за него. Ну, говорите, что вы, с одной стороны, вот иногда, да, вот мне смешно, когда я с россиянами говорю, с одной стороны, я ничего сделать не смог. Ну, его ж, что выбирать, кто-то голосует. Ну, типа, по-другому вопрос поставим. Демократия в России есть? Ну, свободно говорить, некоторые вещи разрушают, как бы. Какие? Ну, там же митинги у нас были, выходили в пользу этого, Навального. Ну, и что, и где Навальный? Ну, как бы, его не выбрали. Да нет, где Навальный сейчас? А я не знаю, Европа уехал. Серьезно? Не знаете, да? Нет. Навальный в тюрьме? В тюрьме? Да. Ну, я не знал. Не знали, да? У него срок. Интересно, да? А что Украина вообще знает? Я? Ну, то, что по истории учил, то знаю. Ну, кем для вас здесь украинцы есть? Я один из немногих украинцев, с кем вы долго вот так философствуете, разговариваете о жизни, правда? Ну, вообще, да. Вообще, вот кем для вас здесь украинцы? Не знаю, обычные люди, кто они. Как бы... Нацист? Нацистов я здесь не встречал. А верите, что вы украинский нацист? Вы знаете, вот лично я убедился здесь, как бы, сколько я, в СИЗО, скольких был, в нескольких СИЗО был, в разных областях, да, но я не буду сейчас говорить название, потому что нельзя. Хорошо. И знаете, как бы, вот именно в этой системе, как бы, я не увидел ни одного нациста, никто мне за мою внешность, никто даже не пошутил, не сказал. Ну, вы понимаете, да? Да, да, я понимаю об этом, да. Просто, не знаю, нацистов я здесь не... Я вот, ну, убедился, что... А если бы были нацисты, то должны бы были пошутить о внешности, правда? Ну, как бы, чтобы логика, как бы, выстраивалась. Не, не то, что вообще нацисты, если бы были нацисты, как бы, нас бы здесь так не содержали в лагере, начнем с этого. Тут бы, как бы, другие условия были, понимаете? Здесь, как бы, кормят, одевают, моют. Теплые вещи выдали, потому что, взяли в плен, мне в летнем, кофта порвалась, там, я в майке ходил. Как объяснить-то? Ну, соблюдается здесь какие-то каноны европейской... Женевской конвенции. Женевской конвенции, да. То есть, все это соблюдается, это не варварская страна. Знаете, вот я пример смотрел, уже много документальных фильмов, там, про какие-то военные конфликты, как там относятся к пленам. Я это все видел, и когда, конечно, я попал в плен, я очень переживал, что мне сейчас там не начнут там уши резать, ноги. Пять. Ну, яйца, это я потом уже узнал, мне рассказали. Ну, уже сотрудники СБУ показали, почему так шутят. Я видел эти ролики, где, ну, вот этот ролик я видел, где там, ну, не очень приятно, конечно, неправильно, я считаю, что так люди не должны делать, особенно, которые носят военную форму, они не должны уподобляться животными. Ну, это русские делали, отрезали, да? Да, я не знаю, какое подразделение там было, но там был человек именно в русской форме. Ну, мне показывали сотрудники СБУ этот ролик. Как бы, я думаю, что должны соблюдаться все вот эти вот, ну, мы же все-таки современные люди, даже если случилась такая ситуация, плохая, ну, соблюдать человеческие нормы морали, я думаю, надо не всегда. Это не ситуация, это война. я не знаю, как правильно, ну, война случилась, надо в любом случае. Но для вас это война? Для вас, да, я не использую. А для нас я даже не знаю, что это происходит. Ну, тоже война, для меня, меня послали сюда, я был контужен, меня могли убить, для меня это тоже война получается, согласитесь? Вы гордый, то, что вы русский? Я? Россияник? Россияник, ну, да, как любой, любой гражданин гордится А вот чем вы гордитесь? Вот для меня просто вопрос, чем вы гордитесь? Я? Я до этого, я гордился, что, ну, я гордился в своей стране. Ну, вот чем вы гордитесь? В своей истории. Вот чем вы гордитесь вот сейчас, да, исторически, 2022 год? Что Россия, как страна, может дать миру, кроме ядера? Ну, кроме этого, ничего не может дать. Сейчас я вам говорю, за что я гордился, когда я, допустим, вот смотрите, 2022 год, да, вот как бы, Илон Маск, Космос, SpaceX и так далее, да, мир говорит о многих вещах, много вещей делается. Вот что Россия может, как бы, предложить миру, кроме того, что у нее, она сумасшедшая, обузумевшая бензоколонка, просто которая имеет ресурсы, это не заслуга русского народа. Это исторически так сложилось, что там есть ресурсы, правильно? Ну, то есть, русские к этому, россияне к этому не приклали никаких усилий. Ресурс есть, нефть, газ и так далее. И ядер. Что еще россияне могут предложить миру? Сами россияне, может быть, много чего предложили, а именно правительство? Ну, хорошо, ну, вот как народ, что россияне могут предложить миру? Ну, я немного вам там, например, вот, хорошую какую-то технику, машины, инновационные технологии, что они могут как народ предложить? Вот именно сам как народ, ну, в 61-м году этот же, полетел в космос Гагарин. То есть, вы выбрали. Юрий, мы говорим о 2022 году. есть какие-то, я просто все отрасли не знаю, как бы я... да нет, смотрите, ну, самые мощные, ну, это же должно быть на слуху. Что может российский народ предложить миру? То же самое Украине, даже. Не важно, ну, так, если честно сказать. Ну, то есть, народ российский, ну, вот, вы говорите, даже не знаю. То есть, русский народ ни хрена не может предложить. Он может предложить только оккупацию и убийство. Вы же, вы же понимаете, что если бы украинцы хотели быть с русскими, они бы это сами делали. Ну, я это понимаю. Насильным миром не будешь, правильно? Не, я-то это понимаю. как объяснить, я в лице за весь народ не могу говорить, за все. Вот поэтому я спрашиваю, вот вы говорите, что я горд, как русский, Ну, я же вам объяснил, начал объяснять, вы сказали, что я учу историю, что там такие вот факты. Ну, это хорошо история. Ну, история, история, да? Я это все понимаю. Каждый народ имеет историю, да? Ну, сейчас я буду сидеть с итальянцем, он тебе может рассказать, я хорошо знаю историю, да? Самые лучшие в мире дизайнеры, это кто? Итальянцы. Да, да. Да? Вот все там спорткары и так далее, хорошие машины, это все дизайн феррари и так далее. Итальянцы шьют красивую одежду, и тот, то есть сам модельеры, да, у них отличная кухня, да, все туда едут, у них архитектура, но никто из них мне не наговорит о временах Римской империи. То есть мы, они говорят о временах, что они могут предложить миру сейчас. Никто из них там не сваливается там в первый, второй век до нашей эры. Вот так когда-то делают русские, о какой-то истории. Сейчас, ну, мы живем сейчас. Сейчас, в данный момент, знаете, вот именно за этот короткий промежуток я не смогу ответить, потому что я не знаю, что там сейчас придумают, изобретают. И есть сферы, которые, как сказать, не для широкой массы, допустим, внутри страны он какой-то продукт сделал, и он будет только в своей области его продавать, потому что на мировой рынок он не сможет никогда выйти. А почему американцы этого не скрывают? Ну, вы говорите, вот для вас вот какое-то там, знаете, почему американцы не скрывают? Потому что у нас очень много людей, вот даже в нашей стране, которые потребители европейских товаров, американских, зачем что-то придумывать, когда можно купить, понимаете, больше как мысли. Из-за этого там сейчас все приостановилось. А может, проблема в другом? Ну, потому что не могут создать, ну, как страна, которая делает ядер, не может, вот я всегда говорю, стиральную машинку сделать, нормальную. он может быть просто за направлением никто не дает это. А почему? Вот это я не знаю. Ну, вы хотите, как гражданин своей страны, нормально жить? Я хочу. Вы горды за Ладу Весту? Да, отечественный автопром не совсем не обахнулся. Ну, зато у вас, б***ь, есть ракеты. Вот вам, Юрий, ну, вы горды за то, что есть стратегическое и тактическое оружие в России? Нет, зачем? Я же не сказал, что я горд за стратегическое оружие. А за что? Ну, назовите хоть какую, что-то, за что вы горды? Я же вам начал рассказывать. Я изучал историю, там были факты, за которые я был горд за эту страну. Я верю, что в будущем она изменится и будет только лучше. И я, каждый же гражданин должен в это верить, что она будет лучше. Правильно? Или как, не верите? Вы не верите в свою страну? Ну, я думаю, что все изменится к лучшему. Каким образом? Изменится все. Ну, не знаю, разные же способы есть. Президенты меняются. Власти, одна партия уходит, другая приходит. А в России, в России что-то меняется? Ну, сколько? Последние 20 лет кто президент? Ну, последние 20 лет, да, президент Владимир Владимирович Путин. Нужно менять его? Ну, я думаю, да, потому что должен уже прийти более молодой, который будет, может, какой-то новый поток внесет. Должен быть более открыт миру без вот этого всего? Что, как знать, мы же не под железным занавесом, то есть она открыта. Вы идете к этому? Россию. Вы уже, вы уже почти под железным занавесом. Санкции и так далее. Вам это нравится лично? Не, лично, все вот эти санкции, лично они отражаются не на, государстве, они отражаются на обычном человеке, который пока эти товары и покупает. Правильно. Ну, это обычный человек поддерживает Путин, но ему это нравится. Понимаете? А этот обычный человек поддерживает Путина. Ну, за всех я говорить не смогу, я же опять же, как я за всю страну скажу? Понимаете? Ну, вы нация, вот, вы нация, стаете для мира, как одичалые. Понимаете, как бы, я понимаю, про что вы говорите, я не смогу сказать вам, за всю нацию, я даже, нет, вообще, я не владею ораторской способностью, и у меня нет высшего образования, чтобы какие-то, да, для этого не нужна высшая образование. Это говорить, я вам скажу так, что, да, вот вы задали вопрос про санкции, да, они мне не нравятся, почему? Потому что, в первую очередь, они отражаются на потребителях, на обычных людях, то есть, понимаете, если кто-то там, какое-то предприятие, там, помогало, там, военно-промышленному комплексу, для него, вот, эти санкции, это, ничего не значит, эти санкции, в основном, будут значить для простых людей, которые идут в магазин, покупают это же молоко, эту же колбасу, и это все будет на нем отражаться, на обычном человеке. Но вам это не нравится, правильно, будут санкции? Ну, как бы да. А почему не можете сказать нет своему правительству? Ну, понимаете, может быть, потому что система такая сделана, что, и ты не сможешь всегда сказать нет. Система такая, знаете, где? Например, в Северной Корее. Ну, там в Северной Корее вообще страсть. Ну, режим у вас, ну, то есть, вы не хотите согласиться, что в России диктатура? диктатура. Я не знаю, как назвать это. Я, честно, запутался. Не знаю, как сказать это. И диктатура, и не диктатура. А может, просто боитесь? Я? Да. Сказать? Может быть, боюсь сказать, кто знает. А можете мне сделать одолжение, потому что некоторые русские это не верят, что здесь вас не пытают? меня не пытают. Нет. Вы можете поставить руки на стол, что там тока нет? Я кепку держу. К яйцам ничего не подключено? Нет. Ни на чем не сидите? Нет. Паяльника нету сзади? Нет. Нет. Просто я как бы, вот же мы беседу с вами ведем, я как бы объяснил, все точки зрения, какие я мыслю. За всех сказать не могу. На все вопросы отвечаю. Просто да, как этот режим назвать? Потому что я учу по истории, где диктаторские, там четко выражены одни параметры, где демократические, там четко одни параметры. Здесь четко параметров ни тех, ни тех я не вижу. Я не могу назвать. Может быть, когда будет общее слово именно для этого режима вот такого, тогда может быть. А вот так именно, конкретно, потому что что-то есть именно из этого, что-то есть из этого. И как это объединить и правильно сказать. Ну, это мое личное мнение. За всех я сказать вам не смогу. Хотите что-то сказать о мобилизации? В России приходит. Мобилизация? Что скажешь? Там вот придут повестки, загребут их. А что ему скажешь? Ну, вот чувак. Убежит он за границу, его вернут. Правильно? Ну, опять, за какую он за границу забежит? В ближайшие страны, которые дружат, его вернут. Ну, тут что говорить? Ну, вы обратите. Пусть идут, короче, на убой, да? Не, ну а... За что? Как бы, я не считаю, что вообще, как бы, если бы я считал, вообще, надо было прекратить вот это все и даже не начинать. Вот мое чистое, мое мнение, вообще бы не начинать ничего. Вот то, что случилось. Я бы вообще за то, чтобы я бы, мне, как бы сказать, мне неплохо на Рафаминске служилось, понимаете? Я ходил там себе на службу и служил, и учил солдат, и все было хорошо. А здесь, как бы, как сказать, что я здесь делаю? Да я не знаю, что я здесь делаю. Народ свой здесь не защищаем, отечество тоже. Вот понимаете, так. Вот мое личное мнение, я бы даже это не начинал. И мобилизация, ну, да, это, конечно, неприятно. Я сам вот надеюсь, что если вдруг случится обмен, и меня поменяют, что все-таки, как бы, может быть, я не попаду под эту ситуацию, и меня оставят там в России. Как бы у нас есть такая практика, что если в плену был, то уже сюда не отправляют. Украина бьется. Что я? Украина бьется. Украина бьется. Что? Украина воюет, бьется. Украина бьется. Ну. Бьется же Украина, да? С России. Ну, как бы, да. На плену Россия зашла на территорию, конечно, она бьется. Правильно делает это? Должна продолжать, отстаивать свои... Ну, как бы, да, свое отечество защищает. Люди. А как тут это скажешь? Ну, любая страна в мире бы так делала. Любая, куда ни гляди. Это любому человеку понятно. Вот видите, когда-то украинцы будут рассказывать, деды воевали против русских. Ну, да это будет, это факт. Ну, исторический будет факт, причем. Не очень приятный, я скажу так. Для наших предков не очень приятный, которые во время Великой Отечественной войны вместе воевали. Если бы они знали, что это случилось, я думаю, они бы, как пословица, в могиле бы перевернулись, что вот так вот случилось.